С сегодняшнего дня коммунальщики приступили к работам на участке от переулка Рыбасовского до улицы Грековской. Здесь городские чиновники уже давно обещали капитальный ремонт не только дорожного покрытия, но и трамвайных путей. Когда планируется закончить работу? Не знаю, только начали работать. А что будет делать? Из-за того, что перерыта половина проезжей части, автомобилистам приходится обходиться оставшейся. На официальном сайте мэрии уже опубликовали схему изменения автобусных маршрутов. Но пока водители маршрута говорят, что ездят по-прежнему привычной дорогой. У нас ничего не менялось. Ну ремонт же. Мы проезжаем. 27 снято. Ну трамвай объезжает, а мы едем прямо. А вот в движении трамваев 27 и 28 маршрутов дорожно-ремонтные работы уже внесли свои коррективы. Конная армия закрывается. Закрывается конная армия. Закрылась трактора. И как теперь в объезде? Стал таки ездят до кон-депо. Разворачивается там на металлисте в депо мы разворачиваемся. А до 9 утра на Важановской, это сделали 28 маршрутом, он идет через Зерку, Московский и Красный Луч. И назад. Они ходят до 9 утра. Вечером не знаю еще. Работа кипит и на улице Академика Павлова. На отрезке дороги от Героев труда до перекрестка с улицы Тепличной. Тут задействовали и силы коммунальщиков, и сотрудников дорожно-строительной бригады фирмы-подрядчика. Нельзя мне информацию говорить. Ну что за ремонт? Дорожное полотно делает, да? Дорожное полотно? А какая протяжка? Дорога. Да, перекрестка. А когда планируют закончить? Понять. Не знаю. Это информация на владею. У нас здесь мастер. Общаться с журналистами ремонтники не хотят. Сознаются, запретил старший. А внезапный ремонт дорожного полотна на проспекте Науки уже возмутил многих харьковчан. Они уверяют, в Харькове полно дорог, действительно нуждающихся в новом асфальте. Но вместо этого в муниципалитете решили тратить бюджетные деньги на доведение до идеала одной из лучших дорог. Участка от 23 августа до гостиницы «Националь». Ее капитально отремонтировали еще при мэре Владимире Шумилкине. И она была действительно неубиваемой в сравнении с теми же проспектами, которые показательно закатывали к Евро-2012. Сами же коммунальщики признаются, что они люди подневольные. Где скажет начальство, там и делают ремонты. Вырезаем дорогу, будет ремонтироваться дорога. Вырежем, подготовим, асфортировать. А это какой участок? Как? Протяженность. Ну, где-то до гостиницы, где у нас. От солдата. А в связи с чем? Ну, как в связи с чем? Ну, дал депутат заявку. Кернасу дал заявку, мы ее делаем. Мы же подчиняемся госполкову. Нам дают заявку, мы ее делаем. Я здесь по этой дороге ездил и год назад, и полтора года назад. И она была намного лучше дорог тех, которые есть в данный момент и остаются, и были на тот момент в Харькове. То есть, очень много районов, тот же Масельского, ХТЗ, Жуково, где, ну, можно было бы сделать, да, дорогу более-менее хорошую. То есть, здесь дорога была более-менее неплохая. Зачем они ее еще раз переделывают, лично мне непонятно. Как обычному, так сказать, жителю Харькова, абсолютно. На Холодной горе там есть очень много проблематичных таких участков, там, где надо делать дорогу, да. Как именно район, не знаю, как называется там. И еще где-то? На Салтовке очень много тоже есть. Ну, в принципе, по всему Харькову не езжу, но я считаю, что очень много таких. Есть проблематичных дорог, кроме центра. А вот ваше мнение по поводу ремонта? Здесь могло бы подождать все. Ну, честно вам скажу, мое мнение такое, что в городе Харькове очень много проблемных мест с дорогами. Допустим, возле того же французского бульвара, возле той же Киевской. Я считаю, что эта дорога вполне была адекватная, нормальная дорога. Зачем ее еще оборудовать, в это деньги вкидывать, я, честно, ребята, не понимаю. Поэтому, ну, я не поддерживаю, честно, эту деятельность, короче. Велен Мода Михаил Воронков, Агентство телевидения новости.